Я пиар-директор агентства ВУД и также консультант этого места, кафетерии, замечательное просто заведение. Вкратце могу сказать, что по образованию, по практике я пиар-специалист и последний год, с ноября прошлого года, можно сказать, я очень плотно занялась social media маркетингом. Сегодня, возможно, эта тема известна, и вы увидите здесь много знакомых вещей. Особенно для руководителей пиар-отделов, непосредственно СММщиков. Но вдруг я смогу, я даже, кто-то может обвинить меня в том, что я открываю какие-то тайны, нашу внутреннюю кухню моего отдела. Но мне это не страшно, потому что снова же я хочу поделиться тем, что я выработала буквально с нуля. То есть та документация, которую я буду сегодня показывать, она касается именно... То есть я ниоткуда не взяла это все полностью, с самых корней было построено мной в том числе. Во-первых, как мы видим СММ в нашем агентстве, это я сама рисовала сегодня дома. В общем, в принципе, во все понятно. Единственное, на чем мы делаем акцент, это то, что обязательно должно быть взаимодействие на социальных площадках официальных аккаунтов и агентов влияния, или еще, как говорят, адвокаты бренда. И философию, которую мы пропагандируем в Казахстане, это введение нового понятия на рынке, это социальный CRM. В принципе, вы будете временами видеть вот такие вот преза в тему. Когда мы выложим это в интернет, вы сможете кликнуть и перейти на презентацию на слайд-шер, где мы больше, шире раскрываем то или иное понятие. Первая основа основ, то, к чему я пришла через некоторое время от тесной работы с неспосредственно участниками, со своими сотрудниками, это то, что работа в социал-медиа должна строиться на ежедневных чек-листах. Первое, это работа в блогах, то есть обязательно с утра, желательно с утра я настаиваю, чтобы мои ребята делали пост в собственный блог или блог агентства, либо блог рекламодателя-заказчика, но желательно, конечно, в том числе свой блог. И здесь помимо ссылки и названия обязательно агент должен следить, сколько было прочтений, сколько было рейтинга и сколько комментариев, фидбэка он получил. То есть он за сутки сдается, потому что максимальный эффект в социал-медиа мы получаем за первые сутки размещения материала, если только не был сделан какой-то перепост, пересылка, из-за которого пошла вторая волна. Здесь работа на форумах, то есть здесь перечисляются платформы по всем проектам, которые ведет агент, здесь ссылки на профили, здесь количество предупреждений, которые он умудрился схватить, не дай бог, да. То есть он все это фиксирует, и здесь идет количество сообщений за день вообще написанных, и из них вот здесь уже по проектам количество целевых. Я уже как-то рассказывала на одном из своих семинаров, что у нас соотношение целевых и общих сообщений должно быть один к девяти, к десяти. В принципе, от того, какое количество клиентов, это не зависит, потому что в любом случае вот особенность именно оплаты вот этого труда, она не зависит от того, какое количество клиентов, потому что ты в любом случае должен развивать свой блок, или блок агента, либо блок там собственной компании. Какой еще документ мы используем? Это еженедельная отчетность для клиентов. Были акции, когда мы сами предлагали ежедневную отчетность, это, допустим, ввод нового продукта по всему Казахстану в регионах, допустим, причем агрессивный ввод. То есть в эти моменты мы прям делали ежедневную отчетность. В принципе, здесь важны количественные показатели метрики и важны качественные показатели. И пять рабочих дней менеджер обрабатывает и запихивает все это в бриф. Тоже у него есть рубрикация, сейчас я подробнее покажу. Это документ, с которым работает уже непосредственно агент влияния или менеджер проекта. На любой вопрос, который возникает на форуме, в блогах, еще что-то, он сразу же открывает этот документ, находит в рубрике, находит этот запрос и выбирает из психотипа, сейчас тоже об этом поподробнее, как ответить. Естественно, он не копирует и не вставляет. Этот бриф особенно важен для тех, когда ты ведешь официальные профили компании. Грубо говоря, это то, что называют базой знаний. Это иногда бывают просто огромные документы, и этот документ для компании может потом послужить и в традиционной пиар-деятельности, потому что все знают, что есть такие моменты, как антикризисная программа, есть факт, да, там, ответы, вопросы. И вот как раз-таки этот документ, это вот та же самая традиционная пиар-документация, только уже спроецированная на социал-медиа. Посев, когда дело касается, допустим, запуска какой-то акции, да, мы должны посеять эту информацию в социальных медиа. Затем могут возникать общие вопросы по компании, обязательно неудобные вопросы по компании. Потом у человека может возникнуть запрос на услугу, потом у него принятие решения между компаниями, поддержка, отказ от услуги и уже работа с негативом. Единственное, о чем, к сожалению, забывают и компании, и агентства, это NDA на этапе встречи. Продолжение следует...